собрались мы поговорить об атлас и уже наговорились час времени но тут можем записали большое количество большой кусок подкастом когда я вдруг в голову пришла гениальная мысль о том что на самом деле начинает подкаст надо было не так как мы начали это замечать как начать с того чтобы сказать что ребят игра классная реклама игра обалденная та игра требует на их железу игра пока еще имеет баги но игра лучше всего остального что я наблюдаю вокруг в нее надо играть ее надо пробовать и это забалденная игра игра от издателей арка и создатели арка игра buy to play то есть достаточно купить коробку и далее никаких платежей микротранзакций нету месячных платежей нету ну и и дальше как бы предлагаю вам слушать весь наш подкаст в том порядке что мы записывали эх мы начинаем что-то стали мы забывать что такое настоящее гоха вернее даже не что а кто и в нашей новой рубрике гоха про мы как раз об этом напомним меня зовут мадлер это портал гухару и тот самый гоха он же егор привет его приветствую доброго доброе утро добрый вечер добро время суток вытащили мы егора на откроенный разговор мы потому что с нами также присутствует кера кира и рам главный редактор портала гоха ру привет и тебе кера и вам привет да но надо учитывать то что мы тут исключительно как мебель ну наверное такая говорящая мебель умный дом скажем так будем стараться задавать егору вопросы и в то же время стараться не мешать ему рассказывать про атлас как вы наверное можете доказать догадаться почитав название да и в принципе посмотрев на то что у вас на экране негор кстати первый вопрос почему именно атлас ну кроме того что ты играл в арк а это как известно но я не знаю можно назвать это продолжатель арка или нет в определенной степени можно значит игры выживалки они давно уже как бы начали присутствовать на рынке но при этом они именно вот как бы присутствовали на рынке на рынке на рынок не влияли почему потому что изначально выживалки у всех ассоциировались с некими странными игрушками с нелепой графикой в которой так сказать надо самому создавать сервер потом так сказать с несколькими друзьями ходить если друзей нет вообще проблемы и так далее и тому подобное и начиная с арка как бы вдруг ситуация начала меняться потому что например еще в арке арк это survival involved игрушка про динозавриков вот основное изменение в том что появились такая вещь официальные сервера то есть компания разработчик предлагала вам сразу набор официальных серверов которых все серьезно это вполне реальный себе такой мморпг вот но сделаны в сеттинге срывайвала то есть кроме того что вы должны бегать левелиться и так далее еще элемент выживания кормиться поиться отбиваться обогреваться общем и так далее получилось неожиданно очень интересно и завлекательно ну в общем что такое арк я не знаю наверное уже многие знают арк это игрушка с этим генназавров хотя мы про нее сейчас не говорим но начну я с нее вот этот тоже разработка интуитив геймс и разработка очень 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 удачная как бы ее все называли жемчужина и так далее и тому подобное хотя в случае арка вот это вот боязнь того что это все тот же самый игрушка выживал к и там как бы все плохо грустный и как бы она сильно мешала арку развиваться про арку меня ощущение двояко с одной стороны в арке я реально затонул и провел там очень много времени просто колоссальное количество времени получил очень много интерес с одной стороны с другой стороны конечно арка и первый год и второй год это он всегда был бага дромом количество багов в арке колоссально и не поддается осмыслению вот причем и компания практически не представляет поддержки то есть это супер забагованная игра которая бежит без поддержки вы можете вкалывать там месяц-два потом в течение нескольких секунд через баги потерять все звучит страшно но при всем при том как бы уходить из игрушки абсолютно не хотелось потому что игра обалденная на интерес она затягивает и как бы кончилась тем что мы выучили какие бывают баги научились их обходить и продолжали как бы действовать в общем у компании интуитив геймс баг это часть игры которую тоже надо изучить и научиться как бы не попадать в эти баги вот атлас через арк прошли многие вот ну как бы любая игра не вечно в итоге через почти год из арк я ушел вот ну как бы уж сколько можно вот и тут я вам не говорят что та же самая компания выпустила атлас про атлас изначально это тоже выживал к изначально были слова самые разнообразные о том что ну первое мнение стандартное что атлас это говно и что играть него не надо услышав это мнение обрадовался типа ну ладно раз так говорят значит нормально дайте смотреть но в общем то компания подтвердила свое реноме багоделов атлас это тоже багодром дикое количество багов и одновременно с этим это обалденная игра в общем как все дело что делает эта игра эта компания при этом пока что она в стадии раннего доступа и кстати говоря эта компания слова раннего доступа понимает не так же как остальные компании как я в ранних доступах это практически готовые игры в которые приходишь играешь и уже как бы вайпов нет эта компания дала поиграть несколько месяцев после чего объявил что будет вайп чем объявила вайп за месяц на данный момент все сервера опустили никто не хочет ничего делать ну если уже объявили официальный вайп то никто ничего не хочет делать другое дело что давай по вроде как далеко а теперь еще компания начинает задерживать релиз и этот вайп все откладывается 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 заходишь в игру там ноль в игре сейчас шестерные рейты на официальных серверах и все такое прочее но опять же при всем при том при всех своих недостатках атлас это обалденная игра и обязательно надо играть если так сказать вас вообще прельщает мморпг некий акшенс и так далее то что это survival выживалка не надо этого пугаться потому что выживалка на конечно выживалка но она там официальные сервера причем если атлас это был набор сотни крохотных серверов в атласе четыре огромных сервера который включает себя фактически весь мир он уже по классике разделен на зоны каждая зона это несколько островов а с этим это безграничный океан в нем небольшие островки вот и парусные корабли плавают между этими островками пристают берегу делаю что-то на берегу делаю что-то на воде корабли надо строить они полностью кастомизируемые можно как и в арке можно строить строение и на берегу и на кораблях то есть все что касается рубок надстроек палуб это все как бы полностью отдана на откуп игрокам построить можно черта лысого и поэтому значительная часть игры это там народ изгаляется строит красивые корабли удобные корабли монструозные корабли бронированные корабли такие монстры плавят что не приведи господи там вроде бы уже парусный суда ничего особо не переделаешь он нет превращает их в линкор и броненосцы и непонятно что он вызван вызвано вот это вот сеть сеттинг собственно когда они выбирали почему на таком остановились они кому-нибудь об этом говорили почему так левая нога захотел они решили что это хорошо и все почему они динозавр делали ездить ответ на этот вопрос но чертова знает просто как-то странно там получается в сеттинге чуть ли не сайфай было все а тут такие хренаки у нас уже пираты на самом деле сеттинг арка с хайфа и относится левым боком есть намек на то что если ты из этого болота вылезешь когда-нибудь из арка имеется ввиду там много реально болот и не важнее из болота как бы если ты вылезешь из этого до потопного и доисторического мира то вообще там чуть ли не в космос отправишься на самом деле это было просто заставка после того как ты убиваешь главного босса тебя показывают и классно проходишь и свариваешь с этой планеты но собственно тоже гамовер хотя после этого ты благополучно возвращаешься на планету варки и те говорят теперь убей босса на следующем уровне сложности посмотрел на босса все вернусь и обратно на сваивание там не совсем так там этих боссов там дыхе дофига и надо убить каждого на трех уровне на трех уровне словах спират убивает всех на первом уровне зла же не получаешь доступ к финальной пещере ты и проходишь тебя дают бонус дает тебе еще бонусные уровни возможность прокачать и ты как бы идешь дальше качаюсь на следующий уровень босса Это тот же самый мир, тот же самый все, но следующий уровень как бы на порядок сложнее и дальше третий уровень, который практически невозможно пройти, еще более сложный. И народ, вот те, с кем я играл, многие из них до сих пор там. То есть для них это уже второй или даже третий год они там сидят в этой игре. Вот, может быть я играл слишком активно, что меня как бы выбило после первого года, ну в общем. А Арк, Арк, в смысле Атлас, Атлас называют Арк 2. В Атласе тоже сильно как бы момент игры с пэтами. Вы, там нет динозавров, но там есть медведи, носороги, слоны, шарафы и прочая жизнь, которые вы тоже приручаете, они тоже собирают для вас ресурсы, но на эти ресурсы вы теперь уже как бы строите корабли. Корабли ресурсоемкие. Значит, на ПВП после этого вы садитесь на корабли, едете друг друга убивать. Офигенные баталии, преследования один на один, там попытка, так сказать, ускользнуть через туманы, через какие-то шторма и так далее. Попытка, наоборот, догнать, прижать, загнать на NPC и как-нибудь там убить похитрее. Дальше народ начал на ПВП строить различного рода специальные лодки. Есть шхуны преследования, есть бронированные, перебронированные шхуны бригантины, когда там, в общем-то, матч практически из-за брони уже не видно. И драки один на один, толпами и как угодно. Теперь еще разработчики добавляют возможности штурмовки островов. То есть ты, как бы, идея в том, что захватываешь остров, строишься на нем и, по аналогии, скажем, с IfOnline, выделяешь некое число окно уязвимостей, течение которого у тебя можно штурмовать. Ну, в этот момент, так сказать, это там от 6 до 9 часов. В этот момент, так сказать, ты сидишь на острове боишься, а тебя все атакуют. Ну, ты, это твой клан и куча народов. Ну, потом, так сказать, твое окно закрывается и, соответственно, ты идешь атаковать других. Ну, плюс, опять же, морские драки и все прочее. Вот недавно же была вот Американо-Китайская война была, насколько я помню, на американских серверах. Нашествие китайцев. Как это вообще интересно? В самой игре выглядело? Ну, оно не прекращается никогда. Их много, реально. Они дружные, они друг друга поддерживают. Ну, вообще, китайские молодцы. Это самая организованная игровая рация. Друг другу помогают, друг за другом держатся, без вопросов, всегда вместе. И вот эта вот их способность взаимодействовать и взаимопомощь, с помощью этого они выносят всех. В Atlas их не так много, но они все равно выносят всех, потому что они и на PvP, и на PvE очень хорошо организованы. На PvE их не так много, а на PvP они практически попытались просто доминировать, но, так сказать, не уверен, насколько у них это получается. По-моему, не совсем получается. Они, как бы, одна из самых сильных коалиций в игре, но там есть и другие сильные коалиции. В общем, получилось примерно как и в онлайн. Когда места достаточно много, а в Atlas мир достаточно велик, то даже большие корпорации не в состоянии захватить все. Но это корпорация, это термин из IF онлайн, а в Atlas это компании. Вот. Ну, получилось примерно то же самое. Китай занял заметную, так сказать, нишу, занял определенное количество островов, но у них не хватает дальше уже ресурсов, чтобы занять все. Их вытесняют другие тоже большие компании и все такое прочее. Давайте теперь вы что-нибудь скажите. А вот для небольших групп там вообще есть место или обязательно все-таки большой клан и крупный вступать в корпорацию? Как вот... В... И в Арке, и в Atlas это проблема. Проблема, потому что большая корпорация легко выносит среднюю и малую корпорацию. И плюс к этому большая корпорация занимает колоссальное количество места, просто своим наличием не давая остальным строиться. И поэтому и в Atlas, и в Арке они пошли, разработчики пошли по одному и тому же пути. Они разделили сервера на PvE, PvP, а PvP разделили на два типа серверов. Один это PvP для больших корпораций, PvP империи, а второй это как бы PvP маленькой компании, где ограничено количество, максимальное количество людей в компании и сильно ограничена возможность создания альянсов. И это как бы специально отдельный сервер. Вот. Пока что непонятно, чем все это кончится, потому что апдейты не все вышли, и планы как бы расписаны, а реально попробовать пока что особо не получается. И этих серверов PvP, империя PvP, маленькая компания пока просто нет. Но из опыта Арка я как бы не увидел больших, так сказать, крутых изменений к лучшему, а по поводу Atlas народ сомневается. Ну, это нормальный процесс, все всегда сомневаются, все всегда недовольны, это как-то по-другому не бывает. Проблема в том, что все эти изменения не подразумевают наличие на PvP соло игроков. Как-то про них забыли. Про большие компании и маленькие помнят, а про то, что есть соло игроки забыли. И многие жалуются, что эти изменения практически изничтожат возможность играть соло PvP. Я не знаю. Я играю на PvE. У меня не очень прельщает идея фарм, 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 долгое строительство, потом в одну секунду все потерял. Мне больше нравится концепция PvP, World of Tanks или в Contra, когда зашел, поиграл, выиграл, победил, как бы получил фан, вышел и снова. Не надо при этом там несколько дней фармить, чтобы один раз повоевать. Ну, как бы каждому свое. Народ кричит, что мы построимся, у нас самый лучший клан, и мы всех забьем. Ну, окей. В округе барабан на шее. Вот. Но пока что, к сожалению, ситуация в том, что все зависло. Должен быть патч сегодня, 20-го числа, и везде висят объявы про 20-е марта. Но реально отложили уже на 8 апреля. И вот этот мега-патч со всеми этими крутыми изменениями, он пока так и не вышел. И народ продолжает лаяться, ругаться. Но основной, так сказать, никто еще пока этого не пробовал, точно сказать не могут. Что это будут за мега-изменения, известно. А вот как они будут на ощупь, никто не знает. Так. Понятно, в общем. А high-end контент тут вообще какой считается? Вот если ты играешь на PvE-сервере, то, по сути, чем тебе заниматься там? То есть я понимаю, допустим, на PvP-сервере вот это, как ты говоришь, сделать, 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 а потом раз и потерять все это. Ну а на PvE-сервере в чем high-end контент и в чем интерес? На PvE, как бы, ну вообще в чем заключается игрушка-выживалка? Первый шаг, когда ты входишь в игру, твоя задача реально выжить. Потому что ты будешь умирать от голода, ты будешь умирать от холода. Это очень, как бы... Я умирал от холода гораздо чаще, чем от зверей диких и от голода. Именно холод убивает в первую очередь. Поэтому одеться, построить дом, прокачать немножко уровень и вложиться в выносливость против погоды гораздо важнее оказалось, чем силы, интеллект и прочие стандартные, так сказать, атрибуты MMORPG. После того, как ты выжил, научился выживать, перестал дохнуть так часто, твоя задача найти себе место, остров для жизни, потому что стартовые острова слабо для этого подходят. Вот. И, найдя себе место, построить там базу. То есть, нормально, опять же, строишь дом из блоков, как к этому все привыкли. Достаточно развитая система строительства баз. Она продвинута с кучей новых возможностей. Деревянные дома, каменные дома, так сказать, можно строить башенки, обычные дома можно строить, куча всего. Так же, как в арке, есть ворота для зверей, просто дверь, ворота для зверей и прочее. Ну, тех, как в арке, нет. Ну, окей, ладно, базу построили, что дальше? Дальше хочется построить себе кораблик побольше. Начинают все на плоту или на шлюпе. Это два крохотных кораблика. Трехмачтовый, да, по-моему? Плот одномачтовый, шлюп – это либо одна, либо двухмачтовый. На самом деле, в игре ограничивается не количество мачт, а количество парусов, которые ты можешь поставить. Каждому парусу присвоена определенная количественная оценка парусности, которую этот парус превозносит. А на корабле есть максимальное количество парусов, которые он может нести. Грубо говоря, шхуна, например, может до четырех единиц парусности. То есть на шхуну ты можешь поставить три маленьких, два средних или один большой, один маленький. И вот все эти комбинации, как бы паруса тоже разные, прямые, косые, специальные. Там один парус увеличивает маневренность, один парус увеличивает грузоподъемность, третий парус увеличивает скорость. Ну, пока все ставят на скорость, тупо. На маневренность, на грузоподъемность ставят очень редко. Так вот, ты начинаешь строить себе корабль? Чего? Управлять вот этим сложно потом по итогу? Или вот нужны какие-то навыки для большей успешности управления кораблем? Ну, фактически нет. То есть они упростили работу с парусами, но упростили не до нуля. Грубо говоря, парусные корабли против ветра ходят, но медленно-медленно. То есть эффективность паруса, чем круче к ветру ты идешь, тем меньше эффективность паруса. И если ты становишься против ветра, ну, не совсем против ветра, там некий, так сказать, плюс-минус 15-20 градусов. Парус считается неработающим, и корабль идет против ветра для простоты, потому что народ просто был не в состоянии причалить к берегу в такой ситуации. Ну, там реально нужны скиллы реальных, как бы, капитанов. Я этому долго учился, как бы, у меня это получается, но знаю, что необычному человеку это тяжело и непонятно. Как можно пристать к берегу против ветра, если против ветра корабль не идет? Как? Ну, как бы, в реальной жизни ответ в лавировку, конечно, против ветра зигзагами. А в игре, как бы, они решили, что этот перебор надо упростить. Упростили. Значит, против ветра корабль плывет, но со скоростью, там, 20-30% это максимально. Очень медленно. Вот. Значит, вернемся к тому, что после того, как вы построили себе базу, научились выживать, научились кормиться, вам надо построить корабль. И тут выясняется, что для построения большого корабля надо много ресурсов. А потерять его достаточно возможно. Не то, чтобы ты его прям каждый день терял, но потерять этот корабль, который ты несколько дней строил, рубил лес, как бы, добывал металл и строил, строил, строил. Ну, можно, легко. А как быть? Выясняется, что можно затамить животных, там, медведь собирает хорошо солому, там, и еще чего-то. Слон валит лес, носорог... В общем, надо их всех тамить. Это отдельная песня. Ты долгое время, так сказать, мучаешься, начинаешь тамить себе всех необходимых животинок, чтобы добыть все ресурсы. Окей, добыл себе все ресурсы, у тебя теперь есть база, есть целый автопарк нужных животных. Ты на них можешь ездить, они валят лес, долбят камни и так далее. Легко сел, построил себе корабль, поплыл на нем. И в океане столкнулся с NPC-ми, кораблями, врагами, так сказать, корабли проклятых, так называемые. Кстати, почему-то они не парусные, плавают непонятные тяги, труп у них тоже нет. Вот, и ты начинаешь с ними сражаться и выбиваешь с них чертежи. Блюпринты как... чертежи, как варки. По этим чертежам можно построить получше паруса, которые быстрее, эффективнее, попрочнее борта кораблей, более дамажистые пушки и так далее, и тому подобное. Вот, если при приближении к полярным зонам, так сказать, уровень NPC меняется, они становятся более крутыми. Ну и, соответственно, сперва лучше потренироваться на чем-то попроще, потом постепенно усложнять себе уровень. То есть, этот процесс идет, уже подходит к хай-левелу игре, когда ты начинаешь вот эти вот морские бои, потом начинается процесс, вот давайте попробуем пушки поставить не на бортах, как положено по классике на корме, давайте попробуем каст, этот самый кайтинг, то есть убегая, стрелять по преследующим судам. Потом выясняется, что в полярных зонах самое страшное, это вообще не корабли проклятых, а эти дурацкие киты, которые видят вас за километр, приплывают и одним ударом убивают нахрен дребезги пополам. Вот. Дальше выясняют, что есть еще специальные области в игре, в которых присутствуют сверхвысокого уровня, так сказать, монстры и боссы, и корабли этих самых проклятых тоже высокого уровня. Вот. Это так называемые острова Золотого Века, Golden Age Islands. Вот. Это специальные зоны, в которых ваша цель добыть специальные камни силы. Для этого надо зайти, убить босса. Я вообще не уверен, что в соло-игре это дуйбл, что это можно сделать в соло. Народ, чтобы убить этого босса, а боссы это трехглавый дракон, гидра, там, что-то такое колоссального размера и мойщий, который ваншотит всех. Так. Народ извращается по-разному. Значит, в этой игре можно, например, к лошади или к медведю, к некоторым пэтам прицепить повозку. На повозку, например, можно поставить не только нагрузить, но и поставить пушку. И вот такой эскадрон гусар летучих на повозках, посвистывая, похлестывая бичами, значит, выносится на позицию, разворачивает пушки в сторону босса, производит залп и пытается смыться. Пока он не развернулся, да? Ну, да, возность бежит, пытается угробить их. Говорят, развлекуха обалденная. Бить БК 18 уровня была плохая затея. Как-то так. Вот. Соответственно, с какой-то там попытки этот босс убивается. Там всякие хитрости. Можно подогнать его под скалы, на скалах кого-то поставить или еще каким-то образом. В общем, убивается. И после этого с него падает специальный артефакт, имея который можно найти, пробраться в пещеру. И в этой пещере есть алтарь, на который этот артефакт обменивается на камень силы. Вот. Соответственно, пещера тоже непростая. Там тоже монстры заулачных высот. И туда уже ни один пэт не пролазит. Там приходится как-то извращаться. Ну, извращаемся, естественно. Вот. И таким образом у вас получается один камень силы. А всего на островах их можно набрать 8. Девятый камень силы берется с парусного корабля, босса, который надо уже на воде прибить. А потом, имея 9 этих самых камней силы, в самом центре мира можно заспавнить кракена. Большого-большого осьминога, кальмара, который, так сказать, является финальным боссом. Вот. Вы его убиваете, получаете всякие плюшки. Ну, и, в принципе, после этого можно продолжать играть. А можно, как бы, сказать, все, я закончил. Как хочешь. Вот. Но близко к этому я не подобрался, играя в соло. За несколько месяцев я ни одного камня силы в соло так и не собрал. Это надо объединяться в кланы как-то. И, ну, мировые боссы... Хотя говорят, что там что-то изменили. Какой-то умелец на Галеоне. Галеон это самый большой, мощный корабль. Кракена убил в соло. Черт его знает. Я пока к этому близко не подошел. Они объявили вайпы. И на этом все мои попытки что-то добиться прекратились. Теперь будем ждать, что будет после вайпа. Пойти туда, не пойти, не знаю. Посмотрим. Так что вот. Хай-левел контент, он есть. Не то, чтобы прям был до хрена. Но вот он пока есть такой. И за три месяца я к нему не подобрался. Не за три. Месяца за два, наверное. Ну, а по сравнению с арком, предположим, тем же самым. Сколько здесь контента? В разы больше, меньше, что-то среднее? По-разному. Значит, есть еще такой забавный контент, что... Т-образный контент. Заключающийся в том, что по умолчанию у тебя максимальный уровень 51. 52, по-моему. 51, не помню. Вот. А прокачаться при этом можно до сотого. И говорят, что будет 150 потом уровней. И как бы эта прокачка насущна, потому что количество скиллов, которые хочется, гораздо больше, чем вмещается в 50 или в 60 левелов. А для того, чтобы прокачаться выше 50-го, надо раскрыть возможность прокачки. А там каждый левел раскрывается, когда ты набираешь определенное количество очков дискавери. Открытий. Очки-открытие. Очки-открытие тебе дается за... Например, первое убийство монструозных китов. Там два типа монстров-китов. Убиваешь один, получаешь 40... Не помню, сколько. Один или 43 очка. И убиваешь второй, тоже получаешь столько же. Это каждое, так сказать, такое убийство открывает тебе по два, по три левела. Потом за убийство... За павар камня силы тебе открываются. Тоже определенное количество очков. Ну, а дальше ты просто плаваешь. По островам. Исследуешь эти острова. И на островах есть специальные зоны интереса, которые можно обнаружить. Ты в них приходишь и там тебе говорят, о, вы открыли там такое-то место. Вот. Эти зоны видны в подзорную трубу. Можно себе построить подзорную трубу. В нее разглядывать эти зоны, искать их, бегать к ним, плавать от острова к острову, постепенно качаться. Еще есть клады. То есть, ты выходишь на берег океана, на острове, видишь бутылку, которая прибила к берегу. Идешь, хватаешь эту бутылку. Внутри записка, план, где и как бы в какой зоне и рисунок очертания острова и примерно точка, где этот клад находится. Точной локации нет. Ты должен по очертаниям острова догадаться, в каком месте, какой остров, во-первых. И о каком месте этого острова идет речь. Вот. Приплыть туда, найти эту точку. Ну, там подсказки-то есть, конечно. Когда приплываешь, когда ты уже находишься достаточно близко к нему, там такой вертикальный световой столб появляется. А когда ты приходишь на точку, там спавнятся специальные неписи, которых надо убить, прежде чем ты можешь взять лопату и выкопать этот клад. Реально, как бы лопатой копаешь, из земли показывается сундучок. В сундучке деньги, опять же, чертежи всяческие крутые. Ну, клады тоже бывают разных уровней. Там, как обычно, зеленые, синие, красные, фиолетовые, курпурные и с хрен знает каким-то отблеском. И чем круче клад, тем лучше в нем барахло и больше денег. Одну минутку. В общем, достаточно забавно. Я вообще эту игру, в принципе, ну, когда узнал, что она существует, я узнал как-то вообще случайно. То есть, они вроде бы как что-то санонсировали, потом прошел год или сколько. Это, в общем, как-то у них быстро было, на самом деле. Ни черта не происходило, не происходило. И тут, бац, вот уже Атлас, в общем-то, выходит. И я, типа, заинтересовался, потому что мне, допустим, интересно сама идея, да, собрать там 40 тысяч человек на одном сервере. Я все время, когда играл в эти выживалки, я такой думаю, блин, ну, вот это было бы классно, да, если бы кто-то на одном сервере додумался все это сделать. Вот что-то типа как Ева. И тут фигак они выпускают этот Атлас. Я такой, о, Атлас, это для меня. Я пойду посмотрю. А сиев на суше, да? Да, да, да. Но я, в общем, типа, зашел такой, посмотрел, что я на третий день только в игру смог попасть из-за вот этих вот лагов. То есть были люди, которые, естественно, смогли попасть и в первый день. Они там убивали небо там, то есть как-то графику, в общем, вообще убивали в хлам. И каким-то образом умудрялись играть. То есть паломничество было страшно. Если помните, там на Твиче прям, она была вообще там в топах. И причем неделями она там висела. Вот. Но все равно, то есть было категорически невозможно сразу в нее попасть. А потом, в общем-то, мне понравилось. Но так как один, то вот одному здесь делать вообще просто, грубо говоря, не хрен. А ты играл на ПВП или на ПВЕ? Я на ПВП играл. На ПВП, да, в одиночку тяжеловат. А насчет неба. Игрушка очень чувствительна к железу. Причем очень чувствительна к количеству памяти. Игрушка, безусловно, требует SSD. Вот этот вот жесткий диск на флешках. И требует большого количества памяти. Я проводил эксперимент. Я начал играть. У меня было 8 гигов. И как бы лаги страшные, баги и глюки. Тогда я поставил себе 16. Как бы сразу полегчало. Но я решил на этом не остановиться. Я увеличил до 32. И вот разница колоссальная. Совершенно другая игра. Не, вот на 16 на ультра. Чтобы все понимали, я сейчас секундочку. То есть это вот ультра графика. И у меня, в общем-то, 16 гигабайт оперативы. 1070 Ti. И, в общем, процесс изрезания тоже последний. В общем-то, никаких проблем. В то же время, как и Кера, допустим, вообще в нее не могло попасть. При этом, в твоей спецификации должен быть еще очень хороший solid-state драйв. Ну, в целом, я просто говорю, я бы вот играл, если бы можно было играть в нее как-то одному. Потому что для одного здесь контента, ну, zero. Ну, попробуй ПВЕ. А вот у меня, знаешь, в чем дело у меня с этим ПВЕ? У меня вот какие-то начинаются, я кляны ловлю, но это чисто психические, наверное, проблемы. Что, ну, если вот есть возможность такая, ну, вот она должна быть вообще, по идее, возможность. Ну, просто заниматься ПВП. То есть, драться с другими игроками. А ее нет. Я считаю, что это искусственно урезано как-то. И вот я чувствую уже какой-то дискомфорт от этих всех вещей. Понимаешь, логически предположить, что, например, если ты можешь драться с другими игроками, вот ты хочешь драться со мной. Я же не дурак. Ты взял меня, победил. Зафига мне это надо. Я договорюсь с другом. И все, понимаешь. С этой точки человек так устроен, он сбивается в стадо сразу. Мгновенно. Даже если ты не предоставишь такой возможности через игровую механику, человек все равно будет сбиваться в кучу. Наперекор игровой механике. Как угодно. Но будет. Поэтому ПВП, оно, и слово соло, оно мало совместимо. Поэтому я не хожу в ПВП в эти игры. Это бессмысленно, потому что ты добываешь ресурсы и выбрасываешь его на ветер. Добываешь, выбрасываешь, выбрасываешь. Тебя все равно убьют, какой бы ты крутой ни был, если их будет двое, а ты один. В любом случае, как бы, это дело вкуса, я так считаю. То есть, кому-то что-то нравится, кому-то не нравится. Мне, допустим, нравится такая позиция, что, ну, если есть такая возможность, то я бы хотел ей воспользоваться. Да, я понимаю, что я, скорее всего, буду страдать, потому что я в одиночестве. Но, тем не менее, буду так буду уже, ладно. Не страшно. Ну, смотри, они делают, как бы, сервера для маленьких групп, и они при этом рассчитывают, что там будет 2-3-5 человек. Но при этом, с их точки зрения, основная проблема, которую они решают, это проблема наличия земли. То есть, чтобы большие корпорации занимаются много места, маленькие – мало места, и поэтому вот мы сделаем отдельно сервера, где только маленькие компании, и тогда будет место. Ну, там же вообще началась уже, ближе, там, я не знаю, там, может, месяц, может, с 2 игры прошло, и там, в принципе, вот эти вот большие корпорации, ну, я тоже по привычке из Евы, они просто позахватывали всё. И ты, по сути, просто приходишь, и тебе даже заклеймить эту землю негде. Да. Начался какой-то трешак. Слушай, а в арке было как? В арке ты приходил, видел пустой кусок земли и строился, и ограничение было одно. Но если ты ставишь кусок фундамента, то никто посторонний на расстоянии, ну, так условно, скажем, 50 метров ближе, построить ничего, воткнуть в землю, близко к твоему фундаменту, уже не может. Это было естественное ограничение, так сказать, народ довольно плотно застраивал. Кончилось тем, что в арке были огромные базы, огромные – это реально огромные. Там сотни метров, километры в длину, стены строили крепостные на несколько километров. А всё остальное пространство затыкивали фундаментами или просто этими, как, сваями, на которые потом разработчики стали запускать скрипты, которые просто одиночные фундаменты и сваи удаляли. Так стали на них, к ним приделывать лестницы или там потолки, конструкции из двух-трёх блоков. Но всё равно, так или иначе, они затыкивали ими практически всю землю в арке, и вся земля была поделена между людьми и корпорацией вот таким вот хитрым образом. Я, кстати, с этой же ситуацией сталкивалась в Dark and Light. Тоже всё в сваях. Ну да. А здесь они решили, что мы умные будем, мы, значит, дадим игрокам возможность клеим флаги. То есть специальный флаг, который ты втыкаешь в землю, и земля на определённом расстоянии от этого флага становится твоим. Я не знаю, что у них с мозгами, но вместо того, чтобы сказать каждому человеку по одному флагу, они количество флагов не ограничивали. Игроки сказали, зашибись, спасибо большое, и затыкали не фундаментами, а этими флагами. То есть, получается, если ты пришёл, ты можешь наклепать флагов 10 и заклеивать вокруг себя весь А. Хоть 100. Вот, и в результате, так сказать, на ПВЕ этими флагами теперь не фундаментами, а флагами затыкали все острова. То есть, куда ни придёшь, и острова, и даже на воде эти флаги везде. То есть, новичку очень сложно сейчас, вот на данный момент. На данный момент они, понимаешь, подстраховались. Там вокруг стартовых зон, в стартовых зонах строиться нельзя, и на них не идёт опыт выше восьмого уровня. Поэтому из стартовых зон надо сразу уйти. Но стартовые зоны окружены с четырёх сторон. Четыре прилегающих зоны, это так называемые лавлы зоны. То есть, зоны, в которых уже практически нет закона. Это специальные зоны, в которых нет понятия захвата земли. Там почти как в арке, то есть, можно строиться, если только не приближаешься, слишком близко к врагу. Но при этом, во-первых, приближаться можно очень близко. Там что-то порядка 10 метров от стены к стене можно строиться. И, во-вторых, там таймер протухания 4 дня. То есть, если ты в течение 4 дней не зашёл, даже не в игру, а именно в эту базу, в пределы видимости, прямой видимости, не подошёл к этому строению, то оно протухнет и исчезнет. Вот, поэтому эти зоны, они считают, что это будут для новичков. А результат оказался в том, что в этих зонах жил 90% всех игроков, потому что большим построиться было просто негде. Но, благодаря тому, что эти зоны были, народ в них построился. Поражает, в общем-то, наивность вот эта вот некоторая разработчиков, извини, что перебил. Да, согласен. То есть, ну вы, в общем-то, если вы даёте какую-то возможность, и эта возможность, ну, скорее всего, можно будет её использовать как-то в нехороших, скажем так, целях, то с вероятностью в 99,9% ей воспользуются, это точно. С вероятностью в 200%, потому что они не только воспользуются тем, что можно, но ещё найдут, как сломать то, чего нельзя, и тоже этим воспользуются. Ну да. Вот, но, опять же, при всём при том, несмотря на то, что это багодром, несмотря на то, что все мои попытки обращаться в саппорт ни к чему не привели, так сказать, несмотря на все лаги, баги, крэши и всё прочее, игра обалденная. Как-то кто-то у них там в их компании умеет делать обалденные игры. Она обалденная, потому что в неё заходишь, выходить не хочется. Она интересная, она приятная, она затягивает эта игра. Вот мы начали про графику говорить, очень забавно там, например, эффект, что ты выходишь из темноты на свет, тебя в первое время слепит, потом глаза привыкают. Они этот эффект реализовали. И реализованы, как бы, этот самый, технологии рейтрейсинга, то есть там тени очень натуральные. Как-то вот весь мир, он выглядит, я не знаю, живым, и эффект привыкания к нему возникает мгновенно. Вот. Хотя, да, багованная и очень требовательная к железу игра. Но, тем не менее, очень интересная. Очень интересная, очень приятная, очень затягивающая. Честно говоря, поиграв в игры этой компании, их две этих игры пока что, Ark и вот Atlas, ни о каких корейских игр слушать не хочется. После этих игр настолько выше всего остального, что я не знаю, как можно после этих игр игр играть в корейские клоны. Просто не понимаю. Корейские клоны выглядят как нелепые детские песочницы после этого. Это, по-моему, как раз-таки вот этот Dark and Light, да, вот из этой серии. Да, вроде же Ark брали клиент, сделали что-то свое. Не знаю. Про это не знаю. Как-то мимо меня прошло. Ну, это, по факту, тот же Ark. Единственное, там была магия, летающие всякие там драконы и прочее-прочее. Но, по факту, там весь функционал был арковский. Так, воду же найти здесь так же, как и раньше, да? Это просто как бы лечь и в зелени в этой колупаться. Ну, на Е нажимать, да, я так понимаю? Просто что-то я воду никак найти не могу. В воду ты ложишься мордой на землю, это кнопочка X. Не, ну, понятно. Нажимаешь E и пошла мини-игра. Понятно. Когда учат бегунок, надо кликнуть. Но воду найти можно не везде. Она тебе там пишет, что если на песок ты ляжешь, воды не будет. Она мне вообще ничего не пишет, и это меня настораживает. Странно. Не, ну, жить захочешь? Кстати, Егор, есть такая еще вещь, как бы, там у них возраст. Он на что-то влияет? Ты же вот с возраста, получается, зарастаешь там. Это такая... Слушай, а мне сто лет, это нормально? Это ненормально. Это естественно, но неприятно. Я еще играю женщины, она такая старушечка. Я просто как бы создал этого персонажа, захожу, а она сейчас уже сотого левела. Ну, в смысле, стоит сто лет ей. Значит, у разработчиков возникла гениальная идея. А давайте мы для тех, кто давно в игре, прикрутим какие-то специальные плюшки. Чтобы если ты в давно игре, то ты становился как бы ветераном не только по моральному, но и как бы, чтобы твой чар становился сильнее, выносливее, круче. Давайте, сказали они, а как мы это сделаем? А давайте сделаем через жопу, как можно сильнее. И через жопу так, чтобы все нас прокляли. А давайте, сказали они, и сделали следующее. Они сказали, что теперь у нас чар будет стареть. Значит, стареет он примерно за месяц реального времени. За месяц реального времени он с 20 лет стареет до 100 лет. Когда он стареет до 100 лет, возникает, на него до 90 с чем-то лет, или до 90 ровно, на него накладывается дебаф. Ухудшается здоровье, регенерация здоровья, регенерация стамины, выносливости. И чтобы, как бы, но можно молодиться. Для этого, так сказать, надо плыть вот эти вот острова Золотого века, и там пробираться в эти пещеры. И примерно в те же места, где ты обмениваешь артефакт от босса на повер силы, в тех же местах они построили такие фонтаны молодости, фонтаны обновления. И вот ты, значит, к этому фонтану прибавляешь, и со стали тебя резко, значит, омолаживаешься обратно до 20. До следующего месяца. Ты начинаешь дальше, тебе становится 20 лет, и потом ты опять стареешь. Надо искать священ фонтан. За первое такое обновление тебе прибавляет 10% ко всем основным статам. Особенно радует кэчпи, к очкам жизни и к грузоподъемности. Это очень важно. Ну и дальше ты опять начинаешь стареть. А за второй, третий раз тебе дают плюс 5% каждый раз. То есть пока что 3 левела вот этого rejuvenation, как сказать, такое вот омоложение. И я не знаю, что там дальше. Есть ли вообще чего-нибудь после 3 левелов. А там плодиться, размножаться и все такое, как-то там потомство себе создавать. Это, кстати, связано даже больше с моим вопросом, что у них вообще планируется в дальнейшем здесь. Так вот, самое интересное, что реакция игроков на эту фигню. Во-первых, оказалось, что пробиться к этому фонтану практически невозможно. А образовалась смешная ситуация, что первый пробегающий спокойно пробегал. Ну просто быстро бежит на шифте с, как называется, борстом. С ускорением бежит. И он спокойно пробегал. Там же монстры с заоблачных левелов. Если в арке 150 уровень был максимальный, то в этой игре максимальный уровень обычных пэтов это 32. Вот. И как бы 32 это уже больно. То на этих островах там как раз до 200, до 150-200 уровней. Это уже как бы альфа и заоблачная альфа. Они ваншотят не только игроков, но и корабли. Вот. Но народ как бы выходил из положения тем, что он пробегал быстро мимо них и всех. Собирал паровоз. И с этим паровозом бежал к пещере. В пещеру они все не помещаются. Не пролазит она маленькая. В пещере он тоже пробегал. В пещере тоже монстры агрелись. Но он успевал добежать до фонтана, поюзать его кнопочкой Е и все зашибись. Проблема в том, что по его следам пошел второй человек. И второй человек, подойдя к пещере, с великим удивлением увидел, что там вообще не пройти. Там этих монстров как... Просто толпа настолько, что физически не пролезет. И все эти монстры там роятся, кипят, и они тебя ваншотят. При этом... И они не с рестартом, наверное, только разбегаются. При этом... А рестарт очень редко бывает, даже не раз в сутки. А желающих молодиться сотни. Можете себе представить, что там началось. А при этом этот фонтан, там этих зон золотого века, их 8 зон... Блин, я опять вздох. Кто? Я опять умер. Ну, так тебе и надо. Не умеешь играть, не выпендривайся. Я и не знаю. А потом этот фонтан мигрировал от зоны к зоне. Вот. И мало того... И они там пыть от этой зоны к зону дофига. И получилось, что мало того, что эти баги-глюки с диким количеством монстров, во-первых, там просто физические лаги жуткие. Даже если у тебя суперкомпьютер, там, 32 гига мозгац, 28 стя и вообще... Все у тебя на ультра. Попадаешь в эту зону, лаги начинаются сразу. Особенно, когда подходишь к острову. Лаги такое, что на твоем суперкомпьютере у тебя просто слайд-шоу. В этом слайд-шоу ты пытаешься бежать... О лагах. Вот это были как раз-таки они. Великолепный белорусский интернет меня подвел. Но ничего страшного, мы возобновили наше общение. Егор, продолжаем. Остановились мы на том, что все хотят омолодиться. И все равно, когда приходят туда, и там все-все-все хотят омолодиться. И, в общем, все лагает к чертям собачьим. Да, лагает, потому что начинали все одновременно, соответственно, и постарели все одновременно. И более-менее, так сказать, в одно и то же время все вдруг толпой захотели омолодиться. Первый пробежал, второй пробежал, третий наткнулся уже на их паровоз, который стоит внутри, у входа в пещеру, и кранты. Плюс к этому порталу на одном месте стоит несколько часов, не портал, а фонтан. И потом перескакивает на другой остров. Против такого издевательства игроки взбухли просто сразу. И, как бы, разработчики были вынуждены пойти на некие такие упрощения, уступки. Теперь фонтан одновременно во всех зонах, что позволило, как бы, рассосать игроков. Плюс к этому, теперь старость, он показывается как дебаф, но никаких отрицательных эффектов не несет. То есть, снижение количества жизни, очков, скорость восстановления жизни и стамины, как бы, не наблюдается. Но, если ты омолодишься, то положительный бонус тебе дается. Вот таким вот странным, косолапым образом имплементировали, в общем-то, разумные идеи о том, что ветеранов надо как-то в игре отмечать. А вот скажи, вот ты омолодился три раза, а дальше что? Я пока не знаю, никто столько раз не омолодался. То ли дальше ничего, то ли дальше как бы что-то будет. Но дебаф-то остается, получается, потом в итоге? А дебафов теперь нету. То есть, ты видишь иконку дебафа, но единственное, что она означает, что ты можешь пойти и молодиться. Но игра трех месяцев не простояла, так сказать, с этой фичей. Поэтому никто не знает, что будет дальше. Сделали первый плюс 10, второй, третий плюс 5, а дальше я не слышал информацию пока еще. Так а что вообще? То есть, в принципе, в этом как бы пенсионеры, все сидят спокойно, сейчас никуда не рыпаются, потому что дебафы по факту нет. Вот я знаю уже, что вайп, но я тем не менее, у меня подошел срок второго этого самого омолодения, сходил и молодился по приколу, побегал там. Вот, да, действительно, плюс 5, я могу подтвердить. Кто-то сделал три раза омолодения, но вот, чтобы кто-то сделал четвертый раз, я еще просто не слышал. А что у игры вообще с онлайном-то было, когда еще до вайпа, до этих известий печальных? То есть, нормально народу там играло в нее? Есть какая-то статистика там или нет? Ну, у меня нет статистики в виде таблицы Excel, то есть я не собирал эту статистику. Значит, игровой мир представляет из себя 15 на 15 квадратов. Каждый квадрат – это большая-большая-большая зона, в которой до вайпа было по три острова, от двух до четырех островов, ну, в зонах Золотого века по одному острову. А после вайпа они обещали, что они увеличат количество островов, опять же, чтобы было место, где строиться, где жить. Соответственно, в каждой зоне, можно было посмотреть, находилось примерно от 2-3 до 30-40 человек. Это на ПВЕ-мире. Ну, на ПВП, видимо, то же самое. Ну, умножая одно на другое, примерно получше количество людей одновременно онлайн. Насколько точно эта статистика, не берусь сказать. Вот, 4 игровых мира. Европа – ПВП, Европа – ПВЕ, ну, и, соответственно, США – ПВП и ПВЕ. После релиза будет, ну, вайп или релиз, я не знаю, будет единственный вайп, или их несколько будет, будет ПВП двух типов, как мы уже говорили, империя и маленькие компании. То есть будет 6 серверов. Вот. Причем терминология там тоже такая хромает. Каждая зона, на самом деле, поддерживается отдельным сервером. Поэтому иногда зоны называют регионом, иногда зоны, иногда сервером. Но имеется в виду, что мир, он шовный, по краям этой зоны он сшит. Каждая зона соседствует с 4-мя соседними, зона квадратная, карта тоже квадратная, 15 на 15. Иногда их еще называют квадратами. Вот. Ну, в общем, все это не мешает играть. Это все вполне органично, удобно. Вот. Ну, естественно, смена дня-ночи. Меняется ветер. Ветер меняет направление, силу. В зависимости от направления силы меняются курсы кораблей, скорость движения кораблей. Например, в штиль никто не пойдет воевать с кораблями проклятых, потому что они спокойно вас догонят и убьют. А когда ветер сильный, есть возможность кайтить, то есть убегать от них и стрелять с кормы. Если совсем плохо будет. То же самое с китами. Когда есть ветер, корабль легко уходит от агрессивных китов. Когда ветра нет, агрессивные киты становятся проблемой, потому что быстро от них оторваться нельзя, а киты еще подныривают там. Это огромный. То есть у меня есть скриншот, в котором кит, убитый мной кит, рядом с кораблем, и кит раз в 5-10 больше, чем корабль, чем шхуна. Это реально? Как ты его убил? На корабль устанавливаются специальные баллисты, с такими огромными стрелами, с металлическими наконечниками. Очень дорогостоящие в изготовлении не баллисты, а именно вот эти стрелы. Намного дороже, чем обычные ядра к корабельным пушкам. Вот. Ставится команда. Команду ты набираешь на корабль из NPC. Их можно либо нанять в стартовых локациях, либо же ты как бы с кораблей проклятых ты их убиваешь, часть команды выживает, и значит плавает по воде после убивания корабля проклятого, такой обломок корабля, сундука на досках, и вокруг него 2, 3, 4 человека из старой команды. Можно спуститься в воду, дать им денег немножко, ну, во-первых, облутать этот обломок, во-вторых, дать денег этим, и нанять их как бы. Они лучше, чем те, которые в стартовых зонах, потому что стартовый уровень игроков, этих членов команды в стартовых зонах первый уровень, а те, которые плавают, зависит от уровня убитого корабля. Если корабль, например, 30 уровня, то и члены команды, которых ты подбираешь из воды, будут вокруг 30. Кстати, как повезет, могут быть и 35, и 37, и 30. Вот. Поэтому народ, кроме строительства кораблей, выбивания чертежей, еще развлекается тем, что, значит, тамит животинку, и потом пытается ее разводить. Прикол в том, что животинка, в которой там можно мальчиков с девочкой, этих самых медведей, носорогов, слонов, скрещивать, они реально как бы рожают детенка, детенка надо выращивать, выкармливать, но он при этом получается сильнее, чем родители. Ну, похоже на арк, но чуть-чуть доработанная система, не такая нудная. С одной стороны, не такая нудная, с другой стороны, выкормить этого ребенка очень проблемно, потому что он, если в арке к температуре было чувствительно только яйцом, динозавром, потом оно повлуплялось, и надо только кормить. То здесь, когда рождается этот самый новорожденный медвежонок или слоненок, он безумно чувствителен к окружающим условиям, и там надо костры жечь, чтобы его обогревать, или наоборот, увозить его из жаркой зоны куда-нибудь в холодную зону. Короче, геморрой страшный. Плюс, по сравнению с арком, если продолжать сравнение, значит, всякие травы, ягоды и все прочее, все то же самое, что было в арке, они также есть и здесь. Но при этом, и тоже их можно выращивать. Однако же, здесь все эти травы не растут где хочешь, а травы, которые специфичны для полярного, для полярного климата, будут расти только в полярном климате. Ты просто не сможешь зерно посадить в землю, оно не прорастет, и это ты попытаешься полярное растение посадить в тропиках. С одной стороны, интересно, с другой стороны, добавляет некое количество геморроя, потому что, как и в арке, при приручении этих самых диких животных, значит, тебе нужно пользоваться их любимой едой. Вот. А любимая еда, это либо специфический сорт мяса, либо вот эти самые растения, причем эти сволочные животные, очень любят растения, которые культивированы, то есть, которые ты сам вырастил, и, соответственно, если ты приручаешь, например, слона, то он любит жрать овес, который в том зоне, где есть слон, как правило, не растет. Соответственно, чтобы приручить слона в одной зоне, тебе надо сперва поехать в другую зону, нарвать там дикого овса, потом поехать в той же зоне построить какую-то базу, там, сделать грядку, посадить этот овес, прорастить его, а потом уже им приручать того слона, который ты хочешь приручить. В общем, где морняки существуют, можно это все как бы... Это прям очень на любителя такое занятие. Ну, это такое медитативное что-то должно быть. На самом деле, ничего медитативного, довольно быстро разбираешься в этой системе, она интуитивна и понятна, потому что всех тех же самых слонов можно кормить любым подножным кормом. То есть, можно просто тупо собрать ягод, которые под ногами, скормить их слону, он точно так же приручится. Дольше, наверное, да? Во-первых, чуть-чуть подольше, но, в общем, это не принципиально, потому что по выходным там даблрейты идут. Даблрейт на количество добываемых ресурсов, даблрейт на количество получаемой экспы и двойной же рейт на скорость приручения животных. Проблема в том, что при приручении, вот, например, ты, значит, когда ты идешь приручать кого-нибудь, первое, что ты делаешь, это смотришь, какого уровня ты нашел животное. Животные там от первого до тридцать второго уровня. Ну, выше тридцатого, честно говоря, не видел. Тридцать один один раз видел. Хотя, тридцать три видел, но не пытался приручать. Так вот, чем выше уровень животного, тем выше его статы. То есть, у всех животных тоже есть хп, есть стамина, есть сила, милейдама, дамаг, вес переносимый. И он, так сказать, случайным образом зависит от уровня. То есть, каждый раз, когда животному прибавляется один уровень, ему случайным образом выбирается один из статов, и этот стат повышается. В результате, при генерации этих животных происходит такой же процесс. То есть, при генерации, там, скажем, NPC слона, который, так сказать, где-то там будет бродить перед тем, как он спавнится, ему назначается определенный набор статов, напрямую, зависящих от их уровня. И в процессе приручения, вот когда ты его, так сказать, завалил этого слона, он, как бы, обмотал его этой самой боло, этим ловушкой, он лежит, и ты его приручаешь. После приручения этот слон или любое другое животное, он получает несколько уровней за то, что ты его приручил. То есть, грубо говоря, слон 30-го уровня после приручения станет 40-м, или 41-м, или 42-м. И существует такое понятие, как эффективность приручения. И вот тут как раз, если ты хочешь себе, скажем, разводить животных, что делают, в общем, далеко не все, это чисто на желающих, на любителей, то тебе очень важно вот этот плюс-минус один-два уровня. Если же ты этим слоном собираешься просто лес себе валить, то тебе на этот один-два уровня глубоко говоря наплевать. И глубоко наплевать, и ты спокойно его приручаешь обычными, так сказать, ягодами, не заморачиваясь ни о чем, и он у тебя будет просто работать скотинкой, которая будет таскать у тебя бревна и, так сказать, валить лес. А вот для тех избранных, которые хотят их приручать, потом разводить и потом, так сказать, их селекцией выводить каких-то супер-животных, как в арке, так и здесь этот момент присутствует. Но поскольку здесь прошло мало времени, пока что не так были видны результаты. Выведение супер-монстров занимает месяц игрового времени, реального времени, поэтому, так сказать, некоторые люди играют, увлекаются этим заниматься, только этим и больше вообще ничем. Потому что процесс сам по себе достаточно завлекательный. Я в арке этим развлекался, тернозару фрекс там скрещивал, выводил, ну и всяких маленьких там динозавриков тоже. Ну вот, очень такое, да, медитативное, да, длительное, но в чем-то очень интересное занятие. Здесь то же самое, но как и в арке, так и здесь можно этим заниматься, можно нет. То есть, как я уже говорил, просто берешь подножный корм, идешь, валишь животное, приручаешь его, кормишь тем, что есть ее на твое. Может уже не поздравить, я корабль сделал. Какой? Корабль первых? Двухпарусник и провалился, короче, в трюм и не могу оттуда выбраться. О, да. У нас мы настримили, а корабль твой? Ну да, мой. Значит, если корабль твой, то ты стоя в трюме, повернись лицом к рулю корабля, ты его будешь видеть из трюма, и нажми Е, ты окажешься стоящим за рулем. А вот в чужой не рекомендую проваливаться. У нас настриме Гара туда провалился. Вслед за мной провалился. Ну, пока что ничего не происходит. Пока что мне пишут просто удерживайте Е для выбора действий. Вот и нажми Е. А тебя засосет за руль. Не, ни черта подобного. Вообще ничего не происходит. Подобного подобного. Ты просто неправильно стоишь. Подвигайся вперед, назад, вправо, влево и понажимай Е. Ну ладно. Не отвлекайтесь. Я тут буду сражаться с этой фигней. Не, есть определенные приколы. Да, это стартовый шлюп с дыркой внутри. Проблема-то, как раз, когда это твой шлюп, это не страшно. Ты, например, можешь проползти под палубой в нос и в носу демолишь, то есть, разрушить кусочек палубы в носу. Только не разрушь планку, не разрушь тело корабля, разруши именно кусочек палубы. И с носа ты как раз легко вылезешь. А вот если бы ты провалился в чужой корабль... Зачем эта дырка нужна вообще? Потому что тебе нужно ремонтировать тело корабля. Любой корабль, который у тебя есть в атласе, он деревянный и он изнашивается. Во-первых, когда ты стоишь в начальных зонах, в начальных зонах корабль оставлять нельзя. Скорость гниения корабля в начальных зонах заоблачная. То есть, грубо говоря, все недоумевали. Я вот в начальной зоне оставил корабль, ушел спать, вернулся, корабля нет. Де он? Ответ. В начальных зонах скорость гниения корабля там в десятки раз больше. И за ночь корабль полностью сгнивает, тонет, и когда вернете с утра, корабля не будет. Корабль в начальной зоне строится только для того, чтобы сесть на него и уплыть оттуда к чертовой матери. Надо выйти за пределы этого квадрата, зазониться в другую зону. Там будет нормальная скорость гниения корабля, и там, если вы корабль оставите на якоре, причем это существенно, вы должны доплыть до острова и бросить якорь. Будет иконка такая, что якорь брошен. И вот тогда корабль будет стоять там очень много дней и не будет разрушаться. Плюс к этому, когда вы уплываете в океан, у вас возникает иконка на интерфейсе справа внизу, что вы в открытом море. Причем иконка с процентиками, там от нуля до 100%. Чем больше этот процент, тем быстрее разрушение корабля идет. В открытом море корабль как бы бьет волнами, ветром он разрушается. То есть, опять же, грубо говоря, гниет. Но это такое условное слово, конечно. Слово гниет это игровой жаргон. Он на самом деле не гниет, а просто под воздействием внешних факторов они у деревянной корабли изнашиваются. Поэтому их надо ремонтировать. А чтобы ремонтировать, ты должен приблизиться, там корабль состоит из каркаса, то есть скелет на которой надеты борта и днища. Борта и днища для простоты называется просто планка деревянная. Такая панель деревянная. Она большая. И каждая панель, у нее есть свой хп, и его надо ремонтировать. То есть, ты ползешь по кораблю и говоришь, ремонтировать, 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 если они были повреждены. Например, если ты в море разгонишься и долбанешься в камень, те планки, которыми ты ударишься, они будут повреждены вплоть до того, что они могут полностью разрушиться, и тогда вода будет поступать в корабль. Чтобы в такой ситуации спасти корабль, нужно установить новые планки на их место. Вода уйдет сама. В принципе, есть еще забавная развлекуха. Если сразу установить планки нельзя, то какое-то время можно держать корабль на плаву, используя ведро. То есть, все люди, которые есть, то есть, реальные игроки, хватают в руки ведро, нажимают левую кнопку мышки и ведро наполняется водой. После чего, ты его выплескаешь правой кнопкой мышки. И таким образом, ты откачиваешь воду в зависимости от прокачанных скиллов типа корабля и всего прочего. Либо ты его будешь удерживать на плаву, либо он будет все-таки постепенно погружаться. Когда корабль заполнится водой целиком, он утонет. Утонувший корабль опускается на дно и там еще несколько суток лежит. Ты можешь занырнуть в него, можешь достать все из этого корабля. Причем, замки на шкафах, на ящиках, на всем будут продолжать действовать. То есть, тебя ограбить нельзя. На ПВЕ, на ПВП, естественно, можно разрушить все это. Плюс к этому, ты будешь в состоянии как бы разрушить борта, все деревянные устройства и получить ресурсы с этого. Там, при разрушении, половина ресурсов возвращается. Вот, я один корабль потерял, меня кит убил, и я не смог корабль отремонтировать, успел доплыть почти до берега, и недалеко от берега затонул шхуна китобойная. Я спас почти всю команду, сам спасся, вышкачил на берег, телепортнулся на свою базу, построил новый корабль, вернулся, забрал свой экипаж и долго нырял. Там какой, в чем прикол, например, ты можешь достать обломки баллист, можешь достать неистраченный боезапас, и баллист, ты просто там же на дне ныряешь и говоришь разрушить, и тебе половина ресурса возвращается. А баллисты требуют металлические слитки, которые в первой части игры довольно-таки трудны для добывания. Поэтому возможность хотя бы половину ресурса вернуть, это важно, и народ очень часто возвращается, ищет то место, где корабль затонул, на этом месте плавают обломки, это чисто декоративное для указания место. С этого места народ начинает нырять вниз. Если это реально произошло где-то не возле острова, а где-то в глубине моря, то корабль можно оснастить устройством для дайвинга, для погружения. Это такая специальная деревянная платформа с подъемником, ты к ней подходишь, кликаешь, на тебя надевается водолазный костюм, и в нем уже ты погружаешься вниз. Причем водолазный костюм еще имеет свойство, он делает тебя незаметным для морских животных. А морские животные такие злые, там акулы всякие, плиты и всякая прочая живность, которая тебя любит убивать. Кстати, дельфины морские тебе дают почти 50, по-моему, или 70, или 100% баф интеллекта. Многие крафтеры ради этого плавают в океан и ищут дельфинов, и потом под этим бафом. Дельфином? Да. А дельфин этот, его вот это вот... Ему разума научился. У дельфина же вот эти сонары, как это называется, когда они там, типа, эхолокации у них, вот эти вот органы, как он называется, не помню. Тоже вылезло из головы. Да, вот если, значит, ты нырнул, рядом с тобой был дельфин, он на тебя поквакал, вот этим своим сонаром, то у тебя, типа, мозги резко взбодряются, и ты там на полчаса, что ли, или на 15 минут получаешь очень большой баф интеллекта, а интеллект влияет на то, какие бонусы пристроили. Например, ты пошел, убил корабль проклятых, получил чертеж. Чертеж, как правило, как бы, содержит улучшенные версии тех же предметов, которые ты можешь построить без чертежа. А если у тебя много интеллекта, то по этому чертежу ты еще получишь некие бонусные характеристики. Чем больше у тебя интеллекта, тем больше прибавки к этим бонусам. Поэтому народ реально заморачивается, создает отдельных чаров, у которых прокачивают только интеллект. Именно эти чары занимаются строительством и, так сказать, по этим чертежам и вообще строительством как таковыми. То же самое, кстати, было в арке, то же самое и здесь. Дура очень глубок, очень многоплановая, и таких приколов не очень много. Чего вообще ждать от этой игры-то в будущем? То есть у них уже сейчас какие-то есть наработки, причем весьма основательные. Что еще можно тут наворотить? Или пока задача стоит исключительно в том, чтобы сделать, чтобы это все работало? Потому что, по-моему, я у них видел уже подводный мир какой-то. Да, значит, первый такой патч уже анонсирован. Он все еще в рамках пререлизной версии, но, тем не менее, описание патча висит. Оно доступно на сайте playatlas.com. Это искать надо по ключевым словам блоги девелоперов. Там описано все. Или патч-ноутс. А если вы по-английски не шпрехаете, то просто зайдите на портал GoHu.ru на форум в раздел атласа. Там переводы все лежат. Всех этих блогов-капитанов и патч-ноутсов. У нас на форуме все это есть в основном разделе атласа. Вот, значит, для отвечая на твой вопрос, первое, их патч такой, значит, сейчас корабли проклятых это просто отдельно плавающие корабли. Теперь это будут отдельно плавающие корабли, а также объединение кораблей и появятся продвинутые корабли глеоны проклятых. Соответственно, они будут намного сложнее, плюс появятся сквады, то есть команды этих кораблей они будут плавать толпой и при попытке атаковать одного сагрятся все. Убивать их будет сложнее, но и лут с них будет лучше. Лучший лут это означает более высокого качества чертежи, более продвинутые с лучшими бонусами, которые позволят вам построить более прочные корабли, плавающие быстрее, стреляющие сильнее и так далее. Плюс к этому, значит, они ввели кучу изменений на ПВП, плюс к этому они добавили подводные, новые подводные локации, это некая такая подводная, как тренч перевести, долина, расселена, в которой плавают, в которой живут гигантские крабы, это тоже новые животные, которых раньше не было, и этих гигантских крабов можно приручать и с их помощью, так сказать, переносить грузы, еще что-то делать. И еще, как бы, они в этом обновлении добавляют подводные лодки для игроков. Пока что подводные лодки не боевые, чисто исследовательские, с манипуляторами, то есть оружие на них не поставить. Вот такой первый экспаншн-пак, грубо говоря, который они сделали. Одновременно с этим они увеличивают количество островов. Разговоры были, они говорили, что в дальнейшем они будут увеличивать количество карточных зон, то есть игровых зон, будут добавлять новые типы биомов. Биомы это вот, грубо говоря, тундра, пустыня, полярный круг, это все различного рода биомы. В каждом биоме живет соответствующий различный климат, различные растения, различные ресурсы и различная живность. Соответственно, ты, попадая из одного биома в другой, должен соответствующим переодеться в теплую одежду, если ты на север едешь, а иначе помрешь от холода, и изучить палатки этих новых животных, потому что они реально другие. Например, на полярном круге существуют йети, которые бросают некий мистический лут, который нужен для того, чтобы ремонтировать мистического качества барахло, которое ты получаешь, а без него типа не получится. Ну, всякие такие бабахи. Так что вот, первый Expression Patch есть, он довольно-таки объемный, чего делать, они себе представляют. По поводу на Варке это выглядело по-другому. В Варке не было много зон, была одна зона, но эта одна зона очень большая, это был огромный-огромный остров, все жили на этом острове, то есть, зона была одна, но она одна, как такой, довольно-таки заметного размера мир, который надо много-много-много часов, чтобы обойти по кругу. Так вот, они, Варке, пошли по пути, что они делали новые зоны, то есть, просто создавали новые карты. При этом в Варке можно было путешествовать между этими серверами, между различными картами в рамках одного кластера, то есть, все официальные сервера, все, все типы карты, остров там и пустыня, были объединены в один кластер, ты спокойно мог перемещаться с сервера на сервер, на сервера такого же типа, но, естественно, ПВЕ только ПВЕ, ты не мог с ПВЕ перейти на ПВП, это, естественно, нет. А так, там были трейдеры, торговцы такие, которые мигрировали сервера на сервер, тащили с собой грузовых динозавров и торговали, 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 торговали. Торговля в Варке, несмотря на то, что ее в игре практически не было вот этого окна обмена, окна торговли, не было в Варке денег вообще как класса. Кстати, в Атласе деньги есть, золотые монеты. В Атласе их не было, и тем не менее, торговля процветала, то есть, прямо на форуме народ торговался, потом встречался в игре, обменивался ресурсами, там продавали, как правило, либо чертежи, либо продвинутых динозавров прирученных. А в Атласе торгуют за золото, золото добывается из кораблей проклятых, и золото добывается из кладов. Таковые клады, надо сперва найти бутылку, потом найти локацию, потом убить охрану этого клада, потом его выкопать. В конечном итоге, когда вы разовьетесь, это ставится на поток, и денег становится много. Но при этом стоимость продвинутых чертежей еще больше, чем много. Я, кстати, пока бегал, нашел три бутылки с кладом. Найти бутылку с кладом несложно, но суть в том, что в соло, в одиночку, ты не сможешь пройти... Ну, зафармить их, в общем. Ты не сможешь убить охрану, то есть, там достаточно мощная охрана. Вот когда ты приручишь медведя, ты возьмешь медведя, посадишь его на корабль, и с кораблем приедешь, найдешь этот клад на медведя, сядешь на медведя, вот медведь эту охрану легко убьет. Ну, а самому вручную их что, нереально, что ли, прям-таки завоевать? Нереально. Дело в том, что там, значит, воины, лучники и рыцари. И лучников ты положишь легко, воинам ты положишь трудом, а рыцари, сволочи, значит, как только они теряют хп, они отходят в сторону, закапываются в землю и через некоторое время выползают из-под земли полностью здоровыми. А ДПС, которые у тебя есть, не хватает, чтобы их убить за один заход. А вот у медведя вполне хватает. В общем... народ пробовал обвешиваться пистолетами. То есть, у тебя сколько там, 8 ячеек быстрого доступа, вот народ или 10, я уж не помню. Народ пытался, значит, во все 10 ячеек положить 10 пистолетов. Проблема в том, что пистолеты, все огнестрелы, они дают хороший дамаг, но они очень, очень, очень медленно перезаряжаются. То есть, буквально полминуты на то, чтобы перезарядить один пистолет. За это время рыцарь проклятых спокойно уходит в сторону, закапывается, и он снова полностью живой и здоровый. Так вот, 10 пистолетов может не хватить, чтобы его завалить. Информации по игре просто столько, что можно, блин, садиться, как бы и гайды выпускать там, один за одним. Кстати, я смотрел на ютубе, вроде бы кто-то даже этим занимался. Да, на ютубе занимаются, на ютубе основное, так сказать, это прохождение фонтана молодости, убивание боссов, и очень широкий, так сказать, очень большой кусок материалов на ютубе, это как построить корабль. Дело в том, что корпус вы построите там без вопросов. Там все понятно, вы делаете, ставите док, это можно сделать по скиллу или опять же по чертежу. По чертежу вы делаете док более качественный, который выпускает корабли, которые могут прокачиваться до большего уровня. Корабли, как и Пэто, тоже прокачиваются. При прокачке у них увеличивается ХП, дамаг. Сейчас эти, кстати говоря, характеристики прокачиваемых кораблей меняются. Это как раз тоже будет изменено из изменений ближайшего expansion pack. То есть, до релиза expansion pack. Вот. Значит, вы строите док, в док вы закладываете три типа, четыре типа ресурсов и строите как бы каркас корабля. А потом уже в мастерской своей строите облицовку, обшивку корабля и палубу. И получается у вас корпус с палубой. И все. Значит, к этому вы должны построить органы управления, то бишь, рулевое колесо. И должны сами придумать, какие мачты, какого типа вы хотите и тоже их поставить. Расположить мачт на корабле как бы может меняться. Типы парусов, размеры парусов. Как я уже говорил, есть максимальное количество парусности, которые данное судно в состоянии нести. Чем больше парус, тем больше это его характеристика парусности. Соответственно, в пределах того, что данный корабль может нести, вы можете добавлять туда паруса различного типа и видов. Вот. Не все сложно, никакой зауми нет. Они упростили все там. Паруса всего трех видов, я уже об этом говорил, не буду повторяться. Соответственно, вот. В общем, сейчас получается, ну, мы, наверное, будем потихоньку завершать, потому что вообще уже как бы мы все лимиты, наверное, исчерпали по времени. Но потому что действительно очень много по игре можно рассказать и это действительно интересно в нее поиграть. Особенно, мне кажется, сейчас, когда они рейты все увеличили и вы хотите попробовать вообще, что происходит и чтобы долго там не страдать, предположим, вы пришли, быренька одну курицу убили, наковыряли из нее шкуры, пошли сделали себе вот в моем случае плод, потому что я, знаете, что я сделал? Я вместо того, чтобы разобрать одну пластинку в этой, я всю палубу разобрал. Я решил, что я лучше плод построю и поплыву от греха подальше. Так что я сейчас в море не плыву куда-то. Кстати, мой совет в начальной зоне всем, кто будет начинать играть, строите сразу шлюп, не строите плод. Плод очень медленный, плыть до соседней зоны будет очень долго, гораздо быстрее построить шлюп. Ну, я, в общем-то, так и сделал, просто технические нюансы, скажем так. Основное использование плодов в том, что в начальных зонах, где нету клейма, многие не строят базы, а просто подгоняют к различным местам острова плоты, на них встает постель, ящики постель. Ну, и, соответственно, вы умираете, и вам надо где-то оживиться поближе к этой точке, где вы умерли, чтобы бежать, бежать. Вот у вас, грубо говоря, ваш остров, где вы живете, вокруг острова, вы поставили дополнительно 2-3 плота с постелями. Слушай, я припомнил какому-то острову, а на нем череп сверху, это плохо? Я не знаю, о чем ты говоришь. Ну, вот остров, а сверху череп. Я не знаю, о чем ты говоришь. Странно. Ну, вот я начетливо прям вижу остров, а там какой-то череп на нем. Сейчас доплывем, посмотрим. Так это не череп, это маяк. На маяке такая хрень сверху, как табличка, на ней должны быть потом какие-то слова можно будет написать. Выглядит действительно как такой... Здесь был мадлер. Мадлер. В скале, в скале, в самой скале череп. Прям, вот я не знаю, это остров черепа может какой-то. Ну, сейчас мы доплывем. На карте это видишь, или на... Нет, нет, я его визуально наблюдаю, то есть я к нему приближаюсь. Ну, приближься, я покажешь мне потом на видео, что это такое, я понятия не имею. Окей, это даже интересно. Слушай, ну мы там немножко уже говорили по этому поводу, монетизация, ты говоришь, один раз купил там и все, но тут же можно еще вроде бы как приобрести частный сервер, и я видел какой-то внутриигровой магазин, они по-моему тоже ввели, или нет? Внутриигровой магазин, который я могу, так сказать, то, что я вспоминаю, они, значит, дали возможность игрокам стартовых локаций, в городах стартовых, создавать свои магазины. То есть, как в линейке, помнишь, ты приходишь в Lineage 2, ты приходишь на площадь, садишься, у тебя в инвентаре сидят, лежат предметы, которые ты хочешь продолжать, ты оставляешь своего чувака в AFK, а народ может прийти, посмотреть, купить. Как в Ultimi Online, когда ты строил дом, в дом расставлял вендоров, вендоры к его продукции. Не продукты, предметы. Вот, я точно не знаю, как это будет выглядеть, но будет возможность в стартовых локациях, в городах, фрипорт, так называемый, игроки смогут создавать свои магазины. То есть, грубо говоря, ты нафигачил с проклятых, каких-то очень крутых карт, у тебя появилось 2-3 одинаковых, вот ты хочешь ее продать. Идешь в фрипорт, строишь свой магазин, я не знаю, как это будет, это будет строение, или там кого-то нанимаешь, или как это будет, я не знаю. Но можно будет продавать. Это единственное, что я знаю про магазины. Во фрипорте также есть магазины NPC, которые торгуют за голду. Голда, она не продается за реал, она только добывается из складов и этих самых, и сундуков плавающих, которые просто плавают в море, или которые из кораблей проклятых падают. Магазина как такового продажи за реал я пока не видел и не слышал, и в арке этого не было. Не было, да. А что по поводу, так, может, да-да-да, насчет резюмировать, резюмировать я вот хотел, чтобы ты, все-таки кому эта игра подойдет лучше всего? То есть, вот прям человек, чтобы купил и, так скажем, кайфа-дул. Если вы хороший, умный человек, хотел бы я увидеть тех, кто себя таким не считает, то вам в эту игру зайти просто обязательно надо. В этом месте можно смеяться. Ха-ха-ха. А что, я не смешно сказал? Ну да. Нет, я поражал, когда ты про хороших и добрых людей сказал, уже было смешно. Нет, добрых я не говорил, просто хорошие, сильные, умные. Добрыми себя не все считают, но хорошими, сильными и умными считают себя все. И если вы себя считаете хорошим, умным, сильным человеком, то вам в игру зайти просто обязательно. Игра реально отличается от всего того, к чему мы привыкли на корейско-китайских клонах. Игра выглядит слегка странно. В первый момент, вот в самый-самый первый момент, когда вы только зашли, возникает, во-первых, раздражение. Почему я опять умер? Что за хрень, почему меня убивает какой-то холод? Терепасты убьют. Почему каждый раз, когда темнеет, у меня начинает уменьшаться здоровье. Караул. Ну, во-первых, обратите внимание, что на карте, как и на реальных картах, юг и север это холодные места. Если вы выбрали себя, там, когда входишь, вас спрашивают, в каком месте вы хотите карту, так сказать, возродиться. Самые простые для возрождения центральной области. В чем центр по высоте имеется в виду. Самые верхние два и самые нижние два не выбирайте. Там очень холодно и без очень теплой одежды, которую на нулевом уровне создать просто невозможно. Вы не выживете. И будете умирать. Зачем они тогда для новичков открыты? Ну, компания такая. У них юзер-френдли это вот дать порожку сильнее, чтобы, так сказать, юзер радовался. Это как бы надо знать заранее. Я-то с дуроты хорошо не на самом северном, на втором снизу, так сказать, квадрате решил. Типа с краешку начну. Многие, кстати, хотя с краешку подальше от тучи. Типа я вот сейчас начну с краешку, а потом пойду в центр. Так вот, разница в том, что с краешку как раз холодно. Люди, начинайте с центра как бы нижние две и верхние две зоны не выбирайте. Право-влево, пожалуйста. Кстати, в атласе, не все это знают, карта зациклена. То есть, с самого нижнего квадрата, если вы будете зониться вниз, вы попадете в самый верхний квадрат. Самого левого квадрата, если вы будете зониться в сторону, вы попадете в самый правый квадрат. То есть, в этом смысле, это как бы как карта реального мира, она типа сферы. Ну, грубо говоря, они зациклены. Вот. А верх и низ это полярные зоны. Лучше в них не возрождаться. Когда вы умерли, у вас есть опция, либо вы возродитесь в постели, если вообще у вас такова есть. А если вы нуб, то вы просто, вам просто говорят, что вот вы сейчас возродитесь в вашем начальном мире. Есть кнопочка изменить домашнюю привязку, изменить домашний сервер. Под сервером как раз имеется в виду в этом смысле изменить квадрат, в котором вы возродитесь. Выберите что-нибудь, если вас задолбало умирать от холода, выберите что-нибудь более ближе к центру карты. В самом центре не обязательно, но главное, чтобы ни в верхних двух, ни в нижних двух. Тогда дохнуть будете меньше. Плюс графика. Вот вы только вошли, в первый момент вот эти вот нелепые ступни, особенно когда он плывет, раздражают по-страшному. А потом на это просто прекращаешь обращать внимание. становится чем-то нормальным, привычным. То есть графика отличается от графики, привычной для корейских и китайских игр. Там другие пропорции тела, другие способы отображения неодетого тела, другие формы лиц, другие прически. И поэтому глаз, который уже привык к корейско-китайским образом, глаз старапает вот эту странную нелепую на первый взгляд графику, к которой потом привыкаешь. И это чисто вопрос привычки первых нескольких минут. Плюс помним, что это все-таки выживалка. Поэтому еда и одежда это вещи, которые нужны. И для новичков я советую в первую очередь вкладываться в если английский клиент как он называется fortitude, то бишь выносливость, устойчивость к температурам и всему прочему и чуть-чуть в хп. Но в первую очередь чтобы вам было проще выживать вкладывайтесь вот в эту самую fortitude или если русский клиент я не помню как он называется русском клиенте выносливость устойчивость к температурам что-то в этом духе только не в стамину не в эту выносливость а в температурную вот ну и на этой оптимистической ноти все-таки мы давайте наверное будем завершаться я никого не тороплю у нас уже такие монструозные разбиры принимают наши беседы что прям можно на двери забивать порежешь почикаешь трамбуешь порежешь почикаешь но мы можем просто продолжить если вам понравилось то что вы сейчас увидели услышали даже может быть потому что это все-таки больше слушабельный скажем так формат то по вашим лайкам и комментариям естественно мы поймем как вы к этому относитесь а так мы в принципе готовы для вас вот эту рубрику которая гоха про я думаю с позволения опять же Егора у которого время свободное будет и он в общем-то присоединится можем продолжать и рассказывать в принципе про различные игры про опыт Егора непосредственно в этих играх и кроме того я бы вот все-таки уговорю наверное Егора записать про Гоху Гоха рассказывает про Гоху как ты думаешь Егор получится или нет в прошлом мы уже это делали несколько раз почему не повторить то что уже делали несколько раз я не уверен что это особо интересно но тем не менее для истории потому что видео такого я если честно нигде не видел по-моему видео вы такого не делали я видео вообще не делаю вот вы видите какая штука это вообще это уникальный момент поэтому надо поддержать это видео лайком а с вами был это портал Гоха не надо лайками не надо видео почему не хочу ну вот начинается обсудим это наедине скажем так это секретная информация да это секретная информация сейчас Егор выдаст по первое число по поводу того что ах вы засранцы вы меня на видео заставляете что-то делать я хоть раз кому-нибудь что-нибудь выдавал по первое число вот теперь будет да так что это еще один исторический момент с вами был Майдлер это портал Гоха.ру собственно Гоха, Кера пока-пока пока еще услышимся субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok